буквально недавно на днях я узнал что энергетические напитки продаются у нас в магазинах только по паспорту дупо до 18 лет по моему запрещено продавать детям я честно говоря даже удивился потому что 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 такого это приравниваются эти написки напитки к сигаретам алкоголю действительно сильно действующим субстанциям но ради интереса до взял что ж тут такое углеводов 0 до 0 сахар соответственно турин карнитин витамин b6 витамин b12 должны быть запрещены для продажи детям вот как интересно по этому тему конечно мы должны это сегодня поднять изучить усаживайтесь поудобнее фильм будет немножко большим времени у нас как всегда мало вперед вперед к знаниям согласно постановлению 41 50 от 2009 года министерство социальной защиты скорее всего это американские законы энергетический напиток или стимулятор это безалкогольный напиток как правило газированный в основном состоящий из кофеина углеводов и различных сахаров видите плюс другие ингредиенты такие как аминокислоты витамины минералы и растительные экстракты также консерванты ароматизаторы и красители энергетические напитки представлены на рынке примерно с 60-х годов они в основном богаты сахаром и стимуляторами такими как кофеин уже сказали таурин в меньшей степени такими соединениями как карнитин гаурана женщине витамины группы b и другие и эти напитки приобрели значение в последние годы особенно среди молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из-за убеждения что они повышают работоспособность за счет повышения энергии концентрации предотвращение усталости среди прочего для лучшей успеваемости в учебе рабочая или спортивная среда улучшается учитывая высокую конкуренцию в этих сферах уже некоторое время назад или в то же время не также используются без разбора в рекреационных целях для улучшения вкуса и приема большого количества алкогольных напитков с намерением уменьшить депрессивные эффекты даже максимизировать возбуждающие эффекты несмотря на существующие противоречивые доказательства энергетические напитки также популярны и в спорте вы видите таблицу 61 процент 55 процентов хоккей вы видите почти пятьдесят четыре процента используют спортсмены энергетические напитки баскетбол там 53 в теннисе 52 футболе почти 50 48 процентов у мужчин да а женщины 43 процента использовали именно энергетические напитки сами энергетические напитки уже сейчас разбились на некоторые классы это энергетические шоты разнообразные энергетические напитки с фруктовым вкусом не фруктовые энергетические напитки энергетические напитки без сахара до zero и энергетические напитки на растительной основе давайте для начала разберем именно натуральные экстракты которые содержат энергетические напитки и даем определение натурального энергетика он может быть усилен антиоксидантами витаминами минералами естественным кофеином полученным из фруктов трав и растений и так первое и самое популярное вещество это кофеин кофеин действует на сердечно-сосудистую систему посредством различных механизмов он действует в основном как антагонист аденозиновых рецепторов аденозин действует как локальные сосудистые рецепторы вызывая вазодилатацию сосудистых русел кофеин действует как антагонист блокирует его сосудорасширяющие действия кроме того ингибирование аденозиновых рецепторов кофеином вызывает повышение уровня аденозина в плазме, что в свою очередь повышает симпатический тонус, уровни катехоламинов, периферическое сосудистое сопротивление и секрецию ренина. Это связано с системным действием аденозина, поскольку он стимулирует хемрецепторы в системе кровообращения. Это может быть возможным механизмом, с помощью которого кофеина резко увеличивает частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Лидерами по содержанию кофеина являются такие энергетики, как Redline Power Russia и Wired X505. Я про такие даже никогда не слышал. Ну и посмотрите, у нас с вами кофе Starbucks 240 миллиграмм на бутылку, носят на дозу. А если уж брать Red Bull, то какие-то там копеечки всего вы видите 80 миллиграмм на вот эту маленькую бутылку. Давайте рассмотрим с вами некие примеры, что же содержится в этих напитках. Мы видим первое вещество, которое мы изучили кофеин. Гуарана это тот же кофеин, только называется по-другому. Значит, польза для здоровья снижает частоту сердечных сокращений наверное в долгой перспективе, повышает кровяное давление наверное у гипотоников, а также усиливает эмоции, благополучие, сосредоточенность и возбуждение. А вот неблагоприятные напитки, неблагоприятные эффекты побочные это значит сердечно-сосудистые эффекты, такие как повышение систолического и диастолического артериального давления, частоты сердечно-сокращения, сердечного выброса, который кстати может приводить к инсультам, к инфарктам. Поэтому здесь конечно эти напитки, особенно в больших дозах, особенно если люди с ожирением, с гипертонией, эти напитки действительно опасны. Также в напитках может содержаться женщин. Побочные эффекты, неблагоприятные эффекты, вызванные злоупотреблением женщинам, включают приступы мании, маточное кровотечение, гинекомастия, синдром удлиненного интервала кутея, фибрилляцию предсердий, брадикардии, гипертонические кризисы, острогепатии, даже опаснее чем кофеин. Во как. Дальше Йорба Матея, на самом деле Йорба Матея тот же кофеин и поэтому все что к кофеину относится, соответственно относится к Йорба Матея. Также в энергетических напитках можно найти ягоды асаи. Никогда не слышал, слышал ягоды гами-ягод, а вот асаи ягоды не слышал. Но, вы видите, содержит большое количество, наоборот, оксидантов, богатые питательными веществами, обладает противораковыми какими-то свойствами, снижает уровень холестерина, то есть только все полезное. Гинго-гингобилоба также может содержаться в энергетических напитках и побочные эффекты разжижения крови, тошнота, рвота, диарея, головные боли, головокружение, учащенное сердцебиение и беспокойство. Также в энергетических напитках могут содержаться метилксантины. Что это такое? На самом деле кофеин представляет один из главных метилксантинов. Теофилин, теобрамин, то есть вот эти как раз так называемые алкалоиды, алкалоиды кофеинового дерева. Побочные эффекты. Когда концентрация метилксантинов ниже 20 микрограмм на миллилитр, более распространены легкие побочные эффекты. Такие как тошнота, рвота, повышенная секреция желудочного сока и последующий гастроэзофигальный рефлюкс. Рефлюкс. Полиурия, бессонница, сердцебиение, ну такие легкие, видите, головные боли, тремор, то есть ничего страшного такого нет. Просто у вас бессонница, сердцебиение и рефлюкс. Также в энергетических напитках могут содержаться макронутриенты. И самый популярный макронутриент это таурин. Таурин или два аминоэтансульфоновая кислота еще один распространенный ингредиент энергетиков. Является одной из самых распространенных аминокислот в организме, кстати. Он присутствует в большинстве тканей по всему телу, включая головной мозг, спинной мозг, сетчатку, клетки сердца, мышечные клетки и лейкоциты. Кратковременное лечение с использованием таурина вызывает увеличение внутриклеточного натрия в результате поступления таурина и натрия через тауриннатриевый ко-транспортер. Это увеличение натрия вызывает приток кольца через натрий-кольцевый обменник. Следовательно, кратковременное воздействие таурина повышает внутриклеточный уровень кольца в глоткомышечных клетках сосудов и сердца, что приводит к положительному инотропному эффекту. С другой стороны, длительное потребление таурина снижает внутриклеточную перегрузку натрием и кальцием, следовательно, при краткосрочном использовании он способствует высвобождению внутриклеточного кольца, вызванному кофеином, в то время как в долгосрочной перспективе он защищает клетки от перегрузки кальцием, вызванной кофеином. Многие современные обзоры так сильно нахваливают таурин, что прям хочется пойти и закупить его. Мы видим с вами, таурин влияет и на ожирение, да, то есть худеешь, и на гипертензию, и на диабет, да, все улучшается, то есть как мумио, начинаешь пить таурин, и как лазарь встаешь, соответственно, все. У нас есть такие препараты, помним, да, омега-3, мумио, соответственно, что-то у нас, метформин, да, и вот еще следующий препарат, таурин, да, как говорится, налетай и покупай. Если опять рассмотреть примеры различных энергетиков, и именно энергетики, которые содержат таурин, вы видите, в обзорах 22-го года побочных эффектов не обнаружено. Ну, также карнитин, вот что интересно, у таурина, значит, нет побочных эффектов, да, а у карнитина, посмотрите, тошнота, рвота, боль в животе, диарея, почему-то не написали про ТМАУ, надо было еще добавить ТМАУ. Карнитин, помните, у нас есть работы по ТМАУ. Поэтому, видите, карнитин намного опаснее, чем таурин. Также в энергетических напитках, кроме сахара, может содержаться глюкоронолактон. Вот как. Вырабатывается, соответственно, организмом человека, побочных эффектов нет. А вот у сахара есть, да, сахарный диабет может быть второго типа, соответственно, может быть артериальная гипертензия, ожирение и, так называемый, метаболический синдром. И, наконец, в энергетических напитках могут содержаться мальтодекстринные, но в основном самый популярный мальтодекстрин, крахмал кукурузный, да, это один из мальтодекстринов, поэтому это просто крахмалы. Соответственно, побочные эффекты, такие же, как у сахара, да, такие же, как у углеводов, но, соответственно, может быть, они чуть медленнее всасываются, чем сахара. Ни для кого не секрет, что в энергетических напитках содержатся и микроэлементы, такие, как витамины и минералы. И примеры таких энергетиков вы изучите самостоятельно. Субтитры создавал DimaTorzok Также в энергетические напитки добавляют искусственные подсластители. Основная задача – снизить калорийность, соответственно, данного энергетика. По заявлению различных авторов, самыми популярными подсластителями являются аспартам и сукралоза. И мы видим побочные эффекты, особенно, особенно по аспартаму. И даже публикуется вот такая интересная таблица по побочным эффектам аспартама. Здесь мы видим на ожирение, на сахарный диабет не влияет, влияет на плод, поэтому беременным нельзя, обладает генотоксичностью, влияет на поведенческие расстройства, не влияет на аутизм, влияет на гормональный фон, снижает уровень катехоламинов, аспарта может вызвать системный контактный дерматит, вы видите, аспарта может обладать канцерогенными свойствами, но необходимы дальнейшие исследования. Ну, в общем, ознакомьтесь, почитайте эту таблицу повнимательнее. Мы с вами рассмотрели виды энергетиков, теперь остается самое важное – все-таки определить, какое вещество действительно опасно для молодежи, опасно для детей, ну и опасно, понятно, для взрослых. Давайте этим и займемся. Следующая подтема – влияние энергетиков на здоровье. Побочное действие. Мы начнем с побочного действия на сердечно-сосудистую систему. Несколько исследователей изучили краткосрочные эффекты энергетиков на сердечно-сосудистую систему, сосредоточив свое внимание на кофеине и сахаре. Потребление 355 мл энергетика повышало систолическое и диастолическое артериальное давление, частоту сердечных сокращений и сердечный выброс согласно недавнему перекрестному РКИ взрослых. Мета-анализ 15 исследований, опубликованных в 2016 году, показал, что потребление энергетиков приводит к повышению систолического и диастолического артериального давления. Мы про это много говорили и больше мета-анализов показывали. Прием аспартама приводил к повышенному артериальному давлению, увеличению массы тела и кратковременному повышению артериального давления. То есть, если все тут собрать, то получается кофеин плюс аспартам, и плюс сахар будет все это приводить к повышению артериального давления. Соответственно, побочные эффекты, которые от этого будут возникать, они тоже более-менее понятны. Все-таки давайте сместим свой фокус на кофеин. Предполагается, что токсичность кофеина возникает при дозах более 400 мг в день для взрослых, 100 мг в день для подростков, это 12-18 лет, и 2,5 мг на килограмм массы тела для детей менее 12 лет. Но по факту 100 мг, если вы помните, там вот эти какие-то монстры содержали по 350 мг, то действительно, если подросток до 18 лет выпьет, то это будет опасно. При этом серьезные симптомы часто связаны с последствиями для сердечно-сосудистой системы. Национальная система данных об отравлениях США получила почти 5000 звонков, связанных с энергетиками. В период с октября 2010 года по 2011 год, включая такие значительные неблагоприятные события, как судороги, аритмия и тахиапноя. Недавний обзор 2022 года публикует даже вот такую интересную таблицу. Мы видим здесь изменения ВКГ, это удлинение КУТ-интервала и многое-многое другое. Аритмия, мерцание предсердий, фибрилляция предсердий, желудочковая тахикардия, ишемия и инфаркт, вы видите инфаркт миокарда, коронарный спазм сосудов, а также внезапная сердечная смерть и расслоение аорты. Что интересно, в других обзорах наоборот, с точностью все вот на 360 градусов. Наоборот, все снижается, вы видите, риски снижаются, риски смерти снижаются, сахарный диабет снижается, худеют от кофеина и, соответственно, от всех этих дел, да, от кофе, от чая, все худеют, да, как мы говорим, лазарь встает, в общем, все на мосту, как говорится, все спокойно. Это, конечно, очень странно, потому что, как только переходишь к реальным, когортным, например, исследованиям, крупным, да, то выводы здесь совсем плачевные. В заключении наше исследование показало, что для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями более высокое потребление кофе, чая и кофеина может увеличить риск смерти от всех причин и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Еще один вопрос нам осталось выяснить. Так все-таки кофеин или таурин отрицательно влияет на сердце? Или, возможно, комбинация кофеина с таурином именно там, да, еще сильнее влияет на сердце? Давайте и это с вами изучим. В этом вопросе нам поможет разобраться исследование 22-го года. Взяли 25 кроличьих сердец и, соответственно, разделили их и сделали... Одни сердца перфузировали кофеином, вы видите, дозировки, а другие – таурином, абсолютно такие же идентичные дозировки. Итак, результат. При приеме кофеина мы наблюдали дозозависимую тенденцию к увеличению числа желудочковых аритмий. После лечения таурином возникло значительно больше эпизодов желудочковых аритмий. Выводы исследования показало, что лечение кофеином и таурином вызывало больше желудочковых аритмий по заранее установленному протоколу. Поэтому эти результаты помогают понять потенциально опасные и смертельные исходы после интоксикации энергетическими напитками. И это еще не все. Кофеин вызывает состояние повышенной возбудимости коры, которая связана с острыми повторяющимися ежедневными головными болями. Используя статистическую модель, мастовские соавторы определили, что употребление одного или двух напитков с кофеином не влияет на вероятность возникновения мигрени в один и тот же день. Вероятность была намного выше, когда добровольцы выпивали три или более порции кофеина. В этом исследовании была выявлена нелинейная связь между употреблением напитков с кофеином и вероятностью мигренозной головной боли в этот день. Это показывает, что чрезмерное употребление напитков с кофеином в этот день может быть триггером мигрени. Прием энергетика вызывает эпилептические припадки и также вы видите галлюцинации. И снова это еще не все. Прием энергетика вызывают мышечные судороги, беспокойство, бессонницу, тревожность и депрессию. Все-таки мы так рассмотрели с вами много современных документов. И пока однозначно сделать какие-то выводы о том, что правильно ли продают энергетические напитки после 18 лет. Ну, пока, скорее всего, вот эти комбинации кофеина с таурином. Но если убрать отсюда таурин, например, и оставить карнитин и витамины, такой же сок, да, останется такой же сок. И поэтому абсолютно можно его, соответственно, использовать. Если вам фильм понравился, не забываем ставить лайк. И, конечно же, подписываться на наш канал. У нас самые занимательные, веселые и практичные, а главное, научные фильмы. Все, пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok